Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по забросу. Штребух Всем привет, братва, с вами Штребух. Помоечка, как обычно, порадовала неплохой электроникой. Была найдена дорогая находка, от которой я просто, ребят, офигел. Братва, если мы набираем на этом видосе 3000 лайков, то я вам покажу свою прибыль с барахолки. Ведь я именно сейчас туда и собираюсь. На часах у меня 3 часа утра, и я сейчас еду на барахолку. И чтоб поскорее этот видос вышел, вам нужно набрать 3000 лайков за 2 дня. Я думаю, вы справитесь. Ну и поможете мне с продвижением данного видеоматериала. Не буду томить, погнали смотреть мои находочки из помоечки. Ребят, зацените вот такую зажигалочку от бренда Живанши. Она, ребят, реально очень качественная и крутая. Заправляется данная зажигалка газом, в принципе, как и все. Но Жига смотрится просто офигенно. Кстати, кремень здесь не стерт. По логике, ее надо будет с газом заправить, и она, по идее, должна работать. Но газового баллона у меня, к сожалению, нет. Данную зажигалку не буду продавать, оставлю себе. Подобная зажигалка по-любому не из дешевых. Модель зажигалки GVENCHI 9000. Крутая Жига, вообще, мне капец как нравится. Компактная и, блин, такая тяжелая. Сделана полностью из металла. Ребят, я сейчас погуглил интернет и просто офигел. Эта зажигалка почти такая же. Стоит почти 12 тысяч рублей. Ребят, GVENCHI, это супер дорогая фирма. Вы просто посмотрите, сколько там обычные вещи стоят. Это просто капец. Зажигалка за 12 тысяч рублей. Так это не предел, ребят. Я видел там зажигалки по 40 тысяч рублей. По 30. Капец. Это насколько сильно нужно заесться, чтобы покупать зажигалки по 40 тысяч рублей. Но это вообще предел. Кто это выкидывает, спасибо большое. Выкидывайте побольше таких зажигалок. Лучше по 40 тысяч рублей выкидывайте. Будет вообще офигенно. Помоечка снова радует вейпами. На этот раз был найден Dripbox Black от бренда Kangertech. Вейп со сменным аккумулятором 18650. И это, кстати, очень старый вейп. В нем даже стоит обслуживаемый Dripkabak. Вейп, кстати, полностью рабочий. И, кстати, ребят, от таких старых технологий я просто офигел. Чтобы в него заправить жижу, нужно ее залить сначала вот в эту бутылочку. А для того, чтобы она попала на вату, нужно вот здесь пару раз вот так нажать. И таким образом жижа просачивается сквозь какие-то вот эти верхние дырочки на вату. Короче, ребят, один из самых первых вейпов более-менее нормальных. Кстати, им до сих пор можно пользоваться. Ну, мне кажется, данный вейп стоит на вейп барахолке очень дешево. Потому что лет ему реально дохрена. В комплекте с вейпом даже есть документация, чек. А охренеть, его когда-то покупали за 5490 рублей. А было это в 2016 году. С вейпом даже идут вот такие красные наклейки. Ремкомплект. Капец, запасная бутылочка. Новая. И еще вот такие вот детали для бака. Круто положу этот вейп сюрприз бокс. Потому что подписчики реально задолбали на самом деле, ребят. Постоянно пишут, блин, продай вейп, подари вейп. Это капец, ребят. Если бы вы знали, как меня это задолбало. Ребят, запомните, вейпы я не продаю. Или разыгрываю, или кладу в сюрприз боксы. Вейпов у меня нет. Даже если в обзоре показал, все равно их продавать не буду. Братва. Нашел древний ноутбук от бренда Acer. Кстати, раскрывается нормально. И даже нижняя часть не поднялась. Это супер круто. Почти как в макбуках. Ноут очень старый. В нем даже отсутствуют некоторые клавиши. На процессоре AMD C-Prom. В ноуте стоит Windows XP. Модель ноутбука на экране. Ноутбук очень старый. И, к сожалению, он нифига еще. Да ладно, заработал? Охренеть, ребят. До этого я его пытался включить, и он не включался. Охренеть. Старт Windows Normality, конечно, старт. Офигеть. Так он рабочий получается? Круто. Не ожидал. Помоечка дарит приятные сюрпризы. Да ладно, тут даже трекпад работает. В ноутбуке, кстати, очень тусклый экран. Чтоб там что-то увидеть, нужно прям реально присматриваться. Видимо, от старости матрица уже выгорела. В ноутбуке даже есть три игры. Во-первых, вот это вот. Вот это. И вот это. Я думаю, нужно зайти сперва вот эту игру. Игра вроде бы запустилась, но она очень сильно лагает. Кстати, звука что-то в нем нет. Цена, кстати, этому ноутбуку на авито, ну максимум, рублей 500. Игра называется Murch Piraten. Но она очень долго грузится, поэтому я все-таки не смогу походу дождаться ее загрузки. Возьму, просто отправлю этот ноутбук на барахолку и продам его там, ну рублей за 300. В комплекте с ноутбуком батареи, кстати, нет, но зато жесткий диск там стоит. И оперативная память. Помоечка дарит ностальгию по старой электронике. Помоечка снова дарит ностальгию по старым телефонам. В этот раз был найден вот такой Sony Ericsson раскладушка. Модель W300i. В нем даже есть сим-карта. Офигеть. Проверять его на работоспособность я не вижу смысла. Потому что подобные телефоны я не продаю, а скидываю вот в этот пакет. И когда у меня наберется огромный пакет этих телефонов, я их просто оптом и продам. Мне пофиг, какой из них там рабочий, какой не рабочий. Все равно эти телефоны никому не нужны, только лишь коллекционерам что ли. Потому что ну в современном мире использовать вот этот Sony Ericsson, ну это бессмысленно. В нем по крайней мере батарея очень херовая, типа она садится быстро. Не думаю, что в настоящее время под этот телефон продаются новые батареи хотя бы на том же Алиэкспрессе. Потому что он ну очень старый. Подобные телефоны, ребят, никому вообще не нужны. Только коллекционеры их покупают. И вот чисто для таких коллекционеров я и собираю пакет данных смартфонов. Также был найден фотоаппарат в форме мяча. Я не сразу понял, что это фотоаппарат. Поначалу подумал какой-то футбольный мяч. А это оказывается пленочный фотик. И по его состоянию можно сказать, что им вообще, наверное, ни разу не пользовались. Он вообще как новый. Продам этот фотик на барахолке. Еще были найдены умные фиксаторы 5 секунд из магазина Лео Макс. Слышал в интернете, что этот магазин что-то никто не любит. Потому что там все некачественное продают. Но утверждать я не могу. Нужно будет протестировать вот эти штуки. Ведь тут на картинке, как вы видите, с помощью вот этой вот хрени можно прилепить к стене бритву. И она типа будет держаться. Ну что ж, я, пожалуй, это сейчас и протестирую. Приклею эту херню к вот этой деревянной поверхности. А на вторую сторону данной липкой херни приклею что-то похожее на бритву. Допустим, вот эти ножницы. И, кстати, они реально держатся. Но я уверен, что со временем они просто отвалятся. И упадут на пол. Но на самом деле штучки интересные. Думаю, я их себе оставлю. Буду на них что-нибудь лепить. А еще помоечка порадовала. Вот такой вот сковородкой, с помощью которой можно лепить печенюшки и их жарить. Просто сказка. Также был найден вот такой вот старый Wi-Fi роутер от бренда Asus. Модель на экране. Блока питания в комплекте с ним не было. Не факт, что он вообще рабочий. И он очень старый. В нем даже, кстати, ни одной антенны нет. Поэтому данный Wi-Fi роутер я продам на барахолке рублей за 100. Было бы в нем хотя бы две антенны, его пощуп можно было проверить. А Wi-Fi роутер без антенн никому вообще не нужен. И, кстати, посмотрел Авито, данные Wi-Fi роутеры кто-то пытается даже продать по полторы тысячи рублей. Но люди в край офигели от жадности. Данному Wi-Fi роутеру цена, ну максимум, сотки три. Ну а я не жадный и не буду его пытаться продать за полторы тысячи рублей на Авито. А продам за 100 рублей на барахолке. Да, ребята, помоечка опять порадовала, но в то же время огорчила. Вот, допустим, вот этот планшет на 10 Windows с разбитым экраном подарил мне боль. Потому что это капец как обидно находить подобный нормальный, кстати, до сих пор планшет, но с разбитым экраном. Планшет от бренда Irbis, модель на экране. Данный планшет вообще никаким образом запускаться не хочет. Поэтому продать его придется на запчасти. Так же, как и вот этот планшет от бренда X-Play. Этот планшет вообще капец какой древний. У него, кстати, на вид целый экран, но он, к сожалению, не включается. Возможно, сдохший окон. Да и даже если он бы включался, никакого толка от этого планшета нет. Потому что он морально устарел и нифига не поддерживается. Здесь старая версия андроида. Также помоечка порадовала вот данным смартфоном. Был он в полуразобранном состоянии. Кстати, первый раз вижу телефон, в котором батарея находится под основной материнской платой. Телефон, кстати, на вид целый. Экран на вид тоже целый. Но телефон нифига не хочет включаться. Световая индикация заряда горит. Но он не включается. Это очень обидно. Придется его также продать на запчасти. Тут хотя бы целый экран. И эта сонька более-менее современная. Хотя все равно тоже считается старой. Ребят, я в шоке. Помоечка знатно обувает. Вы посмотрите на эту огромную просто сумищу обуви. И сразу виднеется вот эти топовые кроссовки Asics. Оригинальные. В офигенном состоянии. Полностью целые. Хоть стирать и можно носить. Размер 42,5. Крутые кроссы, ребят. Которые можно носить и кайфовать от халявы. Продам их на Авито. Соток за пять. Также есть вот такие кроссовки. Вот такие ботинки. С дырками на подошве. Но это купят работяги на барахолке. Работать в таких будет самое то. На стройке. Также есть вот такие ботинки. Зимние. От бренда Лососки. Также есть вот такие вот сапожки синего цвета. Также есть вот такие еще. Саляпти. Еще есть вот такие крутые, кстати, бутинки Adidas. Фирменные. Оригинальные. Вот бирка, ребят. 39 размер. Кому надо для футбола. Они вообще целые. Их только помыть. Бутинки для футбола. Такие новые стоят примерно, ну, тысяч, наверное, пять-шесть. Adidas Predator. Для футбика, я думаю, самое то угонять с пацанами. Они полностью целые. Кому надо, ребят, для футбола, залетайте на мой аккаунт на Авито. Там вы их найдете и можете купить. Продам подписчикам со скидкой. Также были найдены очередные Джорданы. Черного цвета. Состояние у них, как я считаю, офигенное. Ну, вот здесь есть небольшие потертости. Но это ничего страшного. Посмотрите на них. Ля. Ля какие. Вообще офигенные. И, ребят, это оригинал. 38,5 размер. Я просто в шоке. Такие Джорданы в магазине стоят, наверное, тысяч 20. Там даже есть, походу, воздух в подошве. Подошва в офигенном состоянии. По качеству подошвы видно, что это оригинал. Да и, в принципе, ребят, по строчкам и по ниточкам видно, что это полностью оригинал. Ну, а если из вас есть эксперты, можете по бирочке проверить, оригинал это или нет. Продам эти Джорданы за тысячи две на Авито. Они, кстати, теплые. Походу, зимние. Ну, это, походу, самые топовые кроссовки из всей этой сумки. Также есть утепленные ботиночки. Вот такой вот шарф, как ошейник одевается, вязанный. Вот такие подштанники тоже вязанные. Вот такие ботиночки. Все это разлетится на барахолке со свистом. А еще помоечка дарит покушать. Нашел Хохланд. Сливочный сыр. Плавленый. Две коробочки. Вот этот запечатанный. Он открытый. Его уже кто-то поел. Поэтому я его тоже поем. От халявы буду кайфовать. Помоечка кормит. Как обычно. Если что, ребят, пачка у такого сливочного сыра в магазине стоит по 200 рублей. А он даже не просрочен. Срок годности до 23.04.2001 года. Я просто в шоке. Помойка снова дарит воспоминания. Нашел альбом с детскими фотографиями. Детская музыкальная школа номер 9 Кировского района. Хотя нет, стоп. Эти ребята не совсем на детей похожи. Видимо, они уже повзрослели. В общем, помоечка дарит воспоминания. Фотки крутые. Смотрятся классно. Есть еще альбом 97 школы 10 класс. Выпуск 1982 года. Ленинград. Здесь вот фоточки вот этого прекрасного молодого человека. Также этот молодой человек еще на этой фотографии. Помоечка реально, ребят, дарит воспоминания. И старые фотографии Питера. А еще есть вот такой большой альбом с фотографиями. Капец. Да это, блин, супер ценная находка для барахолки. Фоточки, блин, вообще крутые. Качество офигенное. Подобные находки продаются на барахолке со свистом. Так что помоечка снова дарит воспоминания. А еще помоечка дарит антирадар. От бренда Супра. Продастся на барахолке. Рублей за 50 за 100. Нашел разбитый, к сожалению, телефон от бренда Дуги. Первый раз встречаю такой бренд на помойках. Даже батарею вырвали и погнули. Вот вандалы, блин, зачем они его разломали? Но самое главное, ребят, что плата полностью целая. А это означает, что можно будет ее продать на запчасти. А все остальное выкинуть надо будет в помойку. Камера, к сожалению, отсутствует, но вот сканер отпечатков пальцев на месте. Чувствует мое сердце, что телефон от этого бренда был полной залупой. Поэтому его и разломали, и выкинули. Видимо, он человека настолько сильно взбесил, что он не смог сдержать гнева. И разломал его. Я, конечно, это не одобряю, но с другой стороны его понимаю. Что за Дуги, непонятно. Ребят, кто пользуется подобными смартфонами? Напишите в комментариях, как они вообще норм или нет. Ну, а я с телефона сниму плату и продам на запчасти. А все остальное выкину в помоечку. Три забитые сумки игрушками. Раньше я игрушки в основном не брал. Но теперь решил брать. Так как это все можно продать на барахолке. Вот, допустим, вот этот джип. Абсолютно целый. И к нему даже где-то в этом пакете валяется пульт. Здесь конструктор Лего. Здесь много различных машинок. Также есть вот такой вертолет. И вот такая машинка на пульте управления. А здесь огромный конструктор. Вы не поверите, но все это купят на барахолке. По 10 рублей, по 20 за игрушку. Так что с этих сумок я примерно заработаю, ну, рублей 700. Потому что некоторые игрушки можно будет продавать и по полтиннику. Вот, допустим, вот этот джип-трансформер. Прикольно. Помоечка возвращает детство. Помоечка порадовала мой лайбодрон стратегическим запасом камер. Вы посмотрите, какое огромное количество. Их в этой коробке примерно штук 40. Здесь есть абсолютно целые камеры. Вот эту я уже проверил. Она нигде не пропускает. Также есть подклеенные камеры. Мне кажется, здесь 50 на 50. То есть половина пробитых камер, половина целых. Каждую камеру, конечно же, тестировать не буду. Когда у меня пробьется камера в велосипеде, тогда уже буду этим заниматься. Ну, я просто в шоке, ребят. Здесь их очень до хрена. Ну, просто очень много. Мне интересно, откуда это все выкинули. Скорее всего, с какого-то велопроката. Мне этих камер, наверное, лет на 10 хватит точно. Помоечка дарит камеры. И это сочно. Тут даже есть покрышки Кенда. Это офигенно просто, ребят. Я в шоке. Это суперполезная для моего велосипеда находка. Не первый раз в жизни нахожу подобные штаны. Это штанишки, ребят, для сноуборда. В отличнейшем состоянии. Их только нужно лишь постирать, и все. Абсолютно целые штаны. От бренда LISKER. Размер S. Судя по внешнему виду, штаны, скорее всего, женские. По состоянию штанов могу сказать только лишь одно. Что эти штанишки улетят на Авито тысячи за полторы. Сейчас как раз зима, сезон. И должны они быстро продаться. Так что помоечка дарит не просто штаны, а полторы тысячи рублей. И настало время осмотреть мелкие находки. Во-первых, ребят, был найден вот такой прекрасный блокнотик. И почти полностью чистый. Я эти блокноты уже задолбался находить. Я уже не знаю, куда их девать. Также были найдены вот эти нашивки охранника. Также диск Windows XP Collection. Обновление Windows XP. Капец, это ралитет. И диск, кстати, ребят, вообще новый. Продам на барахолке. Также была найдена вот эта компьютерная мышка от бренда Ritmix. Она, кстати, вообще в идеальном состоянии, как будто новая. Также был найден вот такой вот браслет от бренда Sony. Видимо, вот в эту дырку вставлялся какой-то фитнес-прибор. Короче, не знаю, что это такое. Ну, возможно, кто-то купит на барахолке. Также была найдена, ребят, вот такая вот пепельница. А не стоп. Это креманка с ложечкой. Блин, я думал, пепельница. Вы посмотрите, какая прикольная. Продам на барахолке. Также был найден вот такой вот старый стационарный телефон от бренда Telcom. Видимо, какой-то он заграничный. Не знаю, рабочий или нет, продам на барахолке. Также были найдены вот эти три колонки от бренда Creative. Были они найдены с этим блоком питания и с пультом. Я так понимаю, к этим колонкам шел еще сабвуфер, но его, к сожалению, в комплекте не было. Также нашел сувенирные карты. Санкт-Петербург. Прикольно. Положу сюрприз-бокс. А еще вот такой вот блокнотик FIFA. Новый. А еще был найден старый жесткий диск на 40 гигабайт от бренда Travel Star. Подобный жесткий диск купят на барахолке рублей за 50 максимум, потому что он никому нафиг не нужен. А еще были найдены две пары ширпотребных часов. К сожалению, ребята, это не Rolex, а залупа с рынка. Поэтому данные часы продам на барахолке. Такое в сюрприз-бокс сложить совсем не хочется. Также нашел вот такую мягкую игрушку. И, кстати, почему я ее взял? Потому что этот кот очень сильно похож на Шустрика. Особенно вот так, когда лапка у него поднята. Ну, в общем, подписчики знают, кто такой Шустрика. Кто не знает, ребята, это мой кот. Также был найден оригинальный блок питания от Apple. Частенько их нахожу, у меня их уже штук 5. Я думаю, подобный блок питания можно будет продать на Авито рублей за 300, как минимум. А еще был найден паленый шарф от бренда Louis Vuitton. С рынка. Но он, кстати, как будто новый. А еще была найдена вот такая вот олдскульная шапка белого цвета, где написано Нью-Йорк. Блин, когда-то очень давно вот такие надписи были на всех кепках и шапках. А еще была найдена такая коробочка, которую я открыл и офигел от такого количества бесплатных автоматов. Без понятия, рабочие они или нет. Но, в принципе, даже проверять не собираюсь, потому что я их продам на барахолке за копейки. А еще были найдены вот эти вот часы розового цвета. Но, к сожалению, у меня нет мини-пальчиковых батареек. Но, скорее всего, они рабочие. Продам на барахолке. Небольшое количество мыльного-рыльного. Самое крутое из всего этого мыльного-рыльного, вот это вот средство для ежедневной интимной гигиены. Теперь мой пенис будет сверкать и сиять и балдеть от такого геля. А еще мне понравился вот такой скраб для лица, чистая линия. Буду чистить свои грязные поры на ебасосине. А еще помоечка порадовала офигенным дезодорантом для интимной гигиены. Просто сказка, ребятки. Охуенно. Бля, какой-то крапивой запахло. Что-то не особо приятно. Но, знаете, на халяву и уксус сладкий. Мой пенис уже поет сиренады. А еще была найдена вот такая вот пачка новых трубочек из Икеи. Просто сказка, ребят. Оставлю себе, пригодятся. А вот это я первый раз в жизни нахожу. Это, ребят, 3G модем от бренда Йотта. Но сделал его Самсунг. И он, кстати, рабочий. И вот сюда внутрь вставляется сим-карта. Прикольненько. Положу сюрприз-бокс. Также были найдены вот эти вот духи с офигенным запахом. Блин, почему я люблю женские духи? Что со мной не так? Ну, я просто от них балдею. Есть еще вот такая коронка по дереву, скорее всего. Также брелок для машины. Кучка проводов. Педаль для швейной машинки. Также был найден вот такой микрофон. Какой-то ноунейм непонятный. И, походу, очень дешевый. Ну, просто по качеству видно. Он очень легкий. Вот здесь все выпирает и царапает палец. Продам его на барахолке рублей за 20. А вот это, ребят, уже топовые находки. Чистилка для рыбы. Вот такая вот книжка. Ассасин Крик. Ассасин Кринж. Блэк Флэк. Ребят, вот это интересно. Вот это очень интересно. Вы посмотрите, какие красивые картинки. Пистолеты, корабли, ассасины. Очень крутая книжечка. Я думаю, блин, фанаты ассасинов ее бы очень сильно оценили. Положу эту книжку в сюрприз бокс. Также была найдена открывашка из икеи. Пригодится. Оставлю себе. А еще был найден вот такой чехол для ножа. Также в той помойке я нашел вот такие зарыганные ножницы старые. Продам на барахолке. Они, кстати, сделаны из нержавеющей походу стали. Хотя нет. Что-то они поржавели. Короче, не знаю. Продам на барахолке рублей за 10. А еще помоечка порадовала меня вот такой вот расческой. Наконец-то у меня появится моя личная в доме расческа. Мне ее надо будет только лишь помыть. И все. И можно будет пользоваться. Также был найден вот такой вот диодовый светильник. Продам рублей за 50 на барахолке. А еще помоечка порадовала вот таким прикольным старым выключателем. Его купят на барахолке со свистом рублей за 50. И еще были найдены вот эти вот крутые часы. Вы посмотрите на них, какие они классные. Работают часы от батареек и также от сети 220 вольт. И, кстати, на мое удивление, когда я их включил, они оказались полностью рабочими. Это круто, блин. Эти часы мне очень понравились. Я их оставлю в гараже. Ну и чемпион мелких находок. Это вот эта Nokia 3310. Капец, ребят, вот это настоящая рихокол. Я сам лично им орехи колол. Состояние у него, конечно, ушатанное. Я не знаю, что с ним делали. Возможно, это и Nokia и гвозди забивали. Эти телефоны ценятся до сих пор. Их покупают коллекционеры. Жаль только, что у этой Nokia ушатанный корпус. Батарея, кстати, в комплекте есть. Я даже не знаю, что мне с ним делать. Скорее всего, я его положу в сюрприз бокс, так как это прикольный телефончик старый. И многие, приведя такой телефон на улице, просто офигеют и прослезятся от ностальгии. Сделано это Nokia в Корее. Всем спасибо за ваш просмотр. Подпишитесь на мой канал. А также посмотрите вот эти вот видосы. Они стоят того, чтобы их посмотреть. С вами был расхититель помоечки, пищеварительный гигант Штребу. И не забывайте, что надо набрать на этом видосе 3000 лайков. И тогда, как только сразу наберутся они, я выложу видос с барахолочки. И покажу свою прибыль. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok